Девушки отдыхают Еще раз так скажешь, умрешь ты Ты вот этого не поймешь? Тут однострочник Расскажи немножко о себе С чего начать? Как ты пришел в облако? В облако я пришел совершенно случайно Я вообще приходил в мейл не в облако Просто в момент, когда я пришел Его создавали И поскольку начальный бэкант создали на Перле Меня призвали как Помочь его По-быстрому запустить Недельки на две С тех пор уже прошло 4 года И все еще первым Более того Мы выкинули все, что было Тогда создано и написали все с нуля И опять же на Перле Почему? Говорят, что этот язык умирает Еще раз так скажешь, умрешь ты Я не становлюсь моложе Это точно И каждый день на один день ближе к смерти Но все же Перл язык моложе, чем язык Си И тем не менее Си тоже не умирает Да, это язык старый Но он очень проверенный Он надежный Он стабильный Он присутствует на многих платформах Его функциональность намного превышает Функциональность многих других динамических языков Это один из самых сильных динамических языков Да, он сложный Именно поэтому в него сложный порог входа Ну да, умирает Он не говорит, что потому что он функционально умирает Не говори, что он умирает Он не умирает Ладно, он сходит на нет Он не сходит на нет Его доля на рынке не падает Я перефразирую Становится меньше вакансий Вакансий меньше не становится В абсолютном измерении Даже в Mail.ru их стало меньше Нет Новых вакансий Нет Нам сейчас нужно перловиков вот так Кому? Зачем? Облака Бизнес-облако Обычное облако Бизнес-направление У нас вакансий много, поверь мне Очень много Мы их не можем закрыть Потому что некем Никто не пишет на перле Поверь мне вакансии по питону Мы точно так же не можем закрыть У нас высокие требования Наверное, да Проблема в требованиях? Проблема в людях А в чем проблема? В безответственных людях В том, что люди после Скажем так Школы, вуза Считают, что Работают Такие же Такие же подходы Придешь, сделаешь Тебе скажут, что сделать Ты уйдешь Нет личной ответственности А на самом деле Как должно быть? Нет увлеченности Как должно быть? Человеку должно быть интересно Он должен гореть тем, что делает Например, на том же курсе по перлу Мы из, не знаю, 60 человек Отбираем 6 Мы отбираем 6 тех, которые горят языком Которым все понравилось Которые будут делать это с удовольствием Человек может быть профессионалом Но если ему не нравится то, что он делает Он будет делать это плохо Это первое Второе Ну да, ответственность Человек должен отвечать за то, что он делает Исправлять ошибки И принимать решения Большинство этого не умеет Ну это же, наверное, все приходит с опытом Нет, это не опыт То есть это вот реальные качества, которыми ты обладаешь Либо нет Да Что же делать, если ты ими не обладаешь Но тебя занесло в программирование Может быть, проявить хотя бы долю ответственности Все это взвесить И уйти из программирования Ты, конечно, экстремист Почему? Ну вот, для многих это будет очень сложный шаг Многие потратили на это годы И именно поэтому не стоит тратить остальные годы Где они могут найти себя Да, наверное, ты прав Но при этом Я прав Да, убедил, ты прав Но что же делать? Ну то есть нам категорически не хватает хороших разработчиков Не просто разработчиков Нам их всегда будет не хватать Эта индустрия растет Она растет во всех языках, направлениях В растущей индустрии всегда будет не хватать кадров То есть Сколько бы мы их не вырастили И что бы мы не сделали Всегда их будет не хватать Если вот, допустим, рассмотрим ситуацию Нам хватает Мы начинаем что-то делать У нас хорошая индустрия, растущая и так далее Вот мы набрали полностью Закрыли себе штат Этим штатам мы создаем что-то новое Запускаем, оно начинает расти И нам начинает не хватать Ну, в общем, логично Хватает только на рынках, которые падают По некоторым исследованиям говорят, что программирование Уже начало схлопываться немножко Ну то есть становятся более широкие фреймворки Оно меняется Программирование сегодняшнего дня Сильно отличается от программирования Программирование 10 лет назад Программирование 10 лет назад Сильно отличалось от программирования 20 лет назад И так далее Каждый раз оно меняется, растет Да, появляются фреймворки библиотеки Готовые штуки, необходимость Если раньше программист был на одном языке Который писал одну какую-то маленькую штучку То сейчас нужно уметь там Не знаю, мобильному разработчику Какого-нибудь full stack И немножко бэкэнда И фреймворк здесь И фреймворк там И мобильную веб-верстку И так далее Как вы сейчас за этим всем уследите? Даже, ну не знаю Может быть не мобильную разработчику А вот фронт-энд разработчику Или которые пытаются быть full stack Я с своей стороны даже смотрю Что объем колоссальный Уследить за всем невозможно Нужно просто найти, что тебе нравится То, про что тебе интересно читать Чем тебе интересно заниматься И заниматься этим Слушай, а может быть ты продемонстрируешь нам Какой-нибудь код на перле? Итак, попробуем сделать простой сорт на перле Допустим, у нас вообще ничего нет Вот начнем с такого Вот у меня здесь есть директория Я сделаю ls-la на директорию work Ну, какой-то список Я хочу его отсортировать Если бы у меня был сорт Я бы мог отсортировать, например, по размеру Минус ка, пять Вот, сортируется Сделаем то же самое на перле Отправим это на перл Отправим на... Добавим флаги ln ln e Нет, n нам не нужен Просто минус e Значит, stdin принимает у нас файлы То есть, если мы сделаем say Оно у нас все выведет Дальше нам нужно разбить это все на колонки Применим флаг минус s И добавим флаг минус k равно пять Так, давайте, допустим, просто напишем сорты Посмотрим, что у нас будет Окей, оно нам отсортировало по первой колонке Как бы нам отсортировать по пятой? Значит, сделаем следующую штуку Нам нужно разбить как-то... Во-первых, мы можем отсортировать в числовом контексте Добавив вот такую штуковину А или B Нет, что-то не сортирует Потому что сортирует оно по нашей первой колонке А нам нужно сортировать по пятой Достанем пятую колонку при помощи map Значит, здесь мы добавим map, который нам... Который мы запомним нашу оригинальную строку А также мы запомним всю строку по колонкам Разобьем ее на вот такие составляющие Тем самым мы здесь будем сортировать уже не первый элемент А катый элемент, который будет у нас в переменной k За счет флага минус s И за счет флага переданного k Значит, здесь делаем k минус 1 Здесь делаем k минус 1 Смотрим, что получилось Получилась какая-то куча массивов Ну и логично, потому что мы все перемаппили Поэтому нам нужно перемаппить все обратно Делаем map Делаем доллар подчеркивание от нуля Смотрим, что получилось Хм, получилась какая-то странная фигня Возможно, я опять ошибся с номерами колонок Потому что здесь нужно было все-таки использовать k Вернем сюда k Отсортируем Вуу, получилось Отсортировалось Какие у нас еще есть флаги в сорте, которые можно было бы использовать? Давайте посмотрим Ignore leading blanks Так, что мы еще умеем? А давайте реверс поддержим Мы поддержим флаг минус r Когда мы его добавим, мы хотим вывести то, что у нас сверху Для того, чтобы, например, построить топ Давайте мы сразу поддержим и какой-нибудь флажочек Типа t t равно 5 Я хочу топ 5 записей из этого всего Так, для начала нам нужно поддержать реверс Причем по условию Нам придется сохранить какой-нибудь массивчик Здесь поставить точку с запятую А здесь сделать вот так Если флаг r передали Мы переделаем реверс От собака а Иначе мы возвращаем просто а Все, вывели так Флаг r убрали Получили так Отлично Теперь приделаем топ Для того, чтобы сделать топ Нам понадобится Вот здесь сделать вот такой вот срезик От нуля до доллар т Отлично, мы получили топ записи Но что если t не передать? Получится какая-то полная фигня Мы ничего не выведем Поэтому мы проверим, что если у нас t нет То мы вот здесь поставим Что же нам сюда поставить? Нам нужно сюда поставить последний индекс массива a Все, вот мы поддержали еще флаг t t равно 10 Работает Поддержим еще какой-нибудь флажочек Что у нас есть интересного? Хм, флаг r, рандом сорт Как отсортировать по рандому? Да очень просто Вот мы сейчас добавим сюда флаг r И в сорте мы сделаем следующее Если у нас флаг r передан Мы будем делать вот так Иначе мы будем сравнивать как раньше Что такое рандом? Это Как отсортировать по рандому? Функция компарации в сорте Должна вернуть произвольное значение От минус 1 до единицы Минус 1, 0 или 1 Поэтому мы сделаем здесь rand rand 2 rand, да Вот Int rand 2 И сделаем единица Минус int rand 2 И уберем топ 10 Ну вот получилось Нет, топ 10 куда-то Хм, что за фигня? А, не, не фигня, все нормально Таким образом Мы за каких-то несчастных 5 минут Поддержали несколько флагов в сорте И можем все это делать Вот одним простым однострочником Каждую из этих вещей Можно делать самостоятельно Если вам нужно сделать что-то с данными Один из лучших Из самых быстрых вещей Это запустить и написать однострочник на Perl Моя программа едва-едва Вышла за одну строчку Но у меня просто экран маленький Как выглядит твой распорядок дня? Ну, я просыпаюсь В 12 Собственно Зарядка собираюсь То-се Приезжаю на работу Где-то в районе От часу до двух Работа, работа, работа Вечером я могу покататься на машине Где-нибудь погонять еще что-то Приезжаю домой Ну, дома оно варьируется В зависимости от того, что нужно делать Либо что-нибудь поделать Либо поухаживать за животными, растениями и прочее Либо что-нибудь покодить Покодить, почитать и спать А что у тебя за машина? Фокус Фокус Ты прям на нем гоняешь? Он тебе как-то заряженный? Ну, чуть-чуть Понятно Сколько стоит? Сейчас? Да Или сколько стоил? Ну, вот да Вот этой комплектации Ну, тысяч пятьсот Я думал, у тебя какой-нибудь Пошка Е Зачем? Не знаю, чтобы погонять Такое развлечение Нет, это так и неинтересно Я знаю, у тебя достаточно был интересный Карьерный путь Ты, как, не знаю Как-то у меня был очень интересный разговор С моим знакомым HR Я говорил, что, наверное, плохо тот программист Который не мечтает стать техническим директором Тогда она меня немножко переубедила И сказала, что все-таки есть два направления И как-то вот мы с ним пришли Какой-то консенс Я знаю, что ты прошел этот путь до технического директора А потом сделал шаг в сторону Расскажи об этом пути И что тебя заставило отвернуть Я пришел на позицию руководителя разработки Но я пришел в отдел без людей Собственно, по совету одного из разработчиков Работавших здесь С которым мы пересекались еще в Агаве То есть когда HR или еще кому-то говорили Хантить меня Сказали, только не сажайте на конкретный проект Потому что он свалит, словно говоря, через малое количество времени Там старое, адовое, легоси Дайте ему что-то новое Ну, мне и дали что-то новое Ну, собственно, дальше я начал собирать под себя команду Под задачи То есть один человек, два, три, четыре и так далее В какой-то момент там проектов стало Тоже Он был один, потом два Потом его нужно было переписать А потом мне предложили, собственно, облако На облако я тоже пришел Ну, окей, старую команду я оставил Заниматься старыми проектами Их было человек пять где-то Сам я занялся облаком Сначала решением его проблем Потом вот здесь допилить и так далее Начал этих людей всех перетаскивать На облаке нужно больше ресурсов Больше ресурсов И вот это, и вот это, и вот это Спустя где-то год я руководил Веб-направлением облака Вот весь бэкэнд веба был у меня Но, скажем так, когда ты занимаешься только частью проекта А тебе очень интересно вся его жизнь и так далее Плюс у тебя есть техническая какая-то экспертиза Умение, знание Ты начинаешь лезть в остальные Я полез в бэкэнд облака Я смотрел, как работает там фронт-энд Какие у него проблемы В общем, я постепенно начал заниматься всем Делать это было довольно сложно Одновременно совмещая Поэтому я среди перловиков выделил темблида Который, собственно, хорошо шел по стопам И мог делать то же самое А сам занялся вот вообще всем-всем-всем Появилось ощущение, что как бы Облаку нужен отдельный вот технический директор Который будет отвечать за вот только этот продукт А не за и почту, и облако, и еще что-то там Ну и я стал техническим директором Параллельно с этим мне поставили Ну, точнее, как на направление поставили Нового руководителя со стороны менеджмента И вот здесь наступило самое интересное В моем представлении технический директор был Скорее, ну, должен был быть скорее техническим Нежели директором А в представлении нового менеджмента Директор должен был быть скорее менеджером Каким-то управленцем, нежели лезть в технику При этом вот здесь произошел некий конфликт интересов Мне совершенно не понравился такой вот менеджмент Чистейший, чистейший менеджмент Там, возможно, какое-то планирование И при этом у меня было намного меньше времени Заниматься тем, что мне реально нравится То есть какое-то, ну, где-то может быть Хардкорное программирование Но в основном это архитектура И немного подумав, рассудив, там, все взвесив Мы решили, что нам нужно взять менеджера Которого мы назовем техническим директором Для того, чтобы вот он отвечал запросам руководства А мне сделать такой шаг в сторону И заняться полностью архитектурой проекта В итоге у меня есть право на принятие, там, собственно, высоких решений Вот такое влияние, которое мне было нужно Но при этом я занимаюсь тем, что мне очень нравится Наверное, архитектура действительно облако очень интересная Я знаю, что вы запустили S3 Давай попробуем посмотреть на его архитектуру вместе Давай попробуем Итак, Паша меня попросил рассказать, как устроен S3 Я сейчас в двух словах расскажу, в принципе, как устроено наше хранилище S3 Которое не так давно мы запустили Итак, мы начнем с точки входа HB без MRG ком Это хотбокс Он приходит на какие-то сервера И о том, что внутри этих серверов, мы рассмотрим позже Основная часть и основная идея в том, что это key value хранилище И ключом является часть урла Эту информацию нужно куда-то сохранять Можно сказать, что ядром нашей системы является тарантул База данных тарантул Она хранит в себе всю метаинформацию относительно ключей У любого ключа есть еще некоторое тело Сами данные, которые лежат под этим ключом Их нужно где-то хранить Здесь самое интересное У нас уже было облачное хранилище из огромного-огромного количества дисков В общем, их очень много 100 петабайт К каждому набору из пары дисков У нас есть некоторый фронт Который обеспечивает их сохранение То есть вся вот эта система целиком Это наш storage Соответственно, тело нам нужно принять И вот за работу у нас отвечают перловые сервера То есть здесь крутятся демоны на перл Которые принимают весь входящий трафик И все запросы от пользователя Причем они принимают как входящий, так и исходящий Боди они прокачивают на сторожа После этого сохраняют их в эту базу Под именем вот этого ключа Здесь же существуют специальные кэши Которые позволяют это быстро отдавать После того, как мы это все сохранили Ну и, конечно же, сторож я уже показал Что он растянут горизонтально Тарантулы эти у нас тоже горизонтально масштабируются Их много И каждая из этих машин может быть повторена Она не имеет состояния Поэтому их можно горизонтально масштабировать Сколько угодно раз В целом, можно, конечно, нырнуть в каждый компонент в отдельности Но в общих чертах это выглядит так В IT-сфере тебя знают под именем Монс Андерсон Под псевдонимом Под псевдонимом Монс Андерсон Откуда этот псевдоним? Этим ником я подписывался на физтехе, когда учился еще В какой-то момент мне понадобилось ввести имя, фамилию и прочее И в тот момент только-только вышла Матрица Ну и там был, понятно, персонаж мистер Андерсон Собственно, я подписался так раз, я подписался так другой С меня иногда прикалывались мистер Андерсон Ну, в общем, я эту пару так и сохранил То есть дальше я стал так подписываться Понятно А как попасть к тебе в облако? То есть наверняка многих заинтересует работа Ну, просто прийти и сказать, я хочу к вам в облако Это уже достаточно? Этого достаточно, чтобы мы посмотрели на человека, на резюме и подумали Буквально в коридоре меня встретил молодой человек Сказал, что хочет к вам вот в облако Передал свое резюме Может быть, что-нибудь расскажешь? Подойдет он вам, не подойдет? Совет, рекомендации Ну, первое, что мне обычно бросается в глаза Это цифры, числа и все такое В первую очередь я здесь вижу 23 года 94-й год Я заканчивал школу, когда он только родился Я вижу, что он называется архитектором программного обеспечения И запрашивает 200 тысяч В общем, для опыта работы в 3 года и 9 месяцев Немножко и такого возраста Немножко несопоставимые вещи Поэтому хочется понять, за что Ну, попробуем посмотреть, что этот человек умеет То есть, потом посмотрим, чем занимается Ключевые навыки Так, 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 ладно Есть здесь хотя бы Perl Сказал, нет, Perla нет В общем, есть много базвардов В общем, одна из первых вещей Пожалуйста, если вы пишете резюме Укажите в резюме 3 вещи, которые вы умеете лучше всего Укажите их в самом начале Это то, что вы знаете, то, что вы умеете И то, чем вы хотите заниматься Перечислите то, с чем вы сталкивались И то, в какую сторону вы готовы развиваться Потому что из этого Это смесь из фронт-энда Из хардкорного, такого банковского Джава-бэкэнда Из виндовой разработки под веб ASP.NET В общем, здесь совершенно непонятно Чем человек хочет заниматься Что он хорошо умеет Что он плохо умеет Поэтому Здесь совершенно непонятно Поэтому при этих запросах И соотношении там возраста Опыта и прочего У нас есть резюме Гораздо более соответствующее Нашим требованиям Ну и тем более у нас есть Технопроекты Техносфера Технопарк Техноатом Которые дают Каждые полгода Очень хороший выпуск Перл-разработки Ты выстроил довольно четкую Связь между возрастом Опытом И зарплатой Но при этом говоришь Что до полгода готов Довести человека До высокого уровня И кажется, что спустя полгода Он уже сможет претендовать Где же эта связь? На такую зарплату Скорее всего нет Объясню, что входит В такую зарплату В такую зарплату Входит личный Большой Накопленный опыт Для того, чтобы То есть Если ты придешь сюда На Скажем так Не такую зарплату А приблизительно Вдвое меньшую То есть Это уровень Скажем так В 23 года Не заканчивают вуз Это вот где-то Как раз На грани При этом Человек Да, он начал Работать Во время вуза Но у него Всего 3 года В разных Маленьких Компаниях С такой зарплатой Ее можно получить Я не Говорю, что Ее нельзя получить Но ее нельзя получить В условиях Когда ты будешь Очень сильно расти А придя в Mail.ru Ты будешь сталкиваться С тем, с чем Можно столкнуться В единицах Компаний По всему миру Это огромный опыт Эксплуатации Создания Высоконагруженных Проектов Вот Я более чем Уверен, что Этот человек Не пройдет Наше архитектурное Собеседование А как выглядит Ваша архитектурная Собеседование? Что вы спрашиваете? Мы просим построить Какую-нибудь Простенькую Системку Вот У вас есть Там, не знаю Да мы хотя бы Начинаем просто Форум, блог Личный блог Аналог Хабра-хабра А дальше мы начинаем Кидать реальные кейсы С которыми Сталкиваются Хайлод-разработчики Вы Написали пост Кинули его на хабр К вам пришло Много людей Очень много людей Запредельно много людей Его распиарили По всему миру К вам ломанулась Пол фейсбука Ну и так далее Собственно Выявляются шаги Что человек будет делать Как он размышляет Человек может не сталкиваться С хайлодом Но у него может Хорошо работать Мышление в эту сторону Можно ли этому Как научиться Кроме как Опыта В большом Нагруженном проекте Вот Это очень сложный Вопрос Потому что Просто читая Ты эти цифры Не осознаешь Ну то есть Что такое Миллион пользователей Как-то Представить Выразить В железе Выразить В запросах Что такое Полмиллиона РПС Их можно получить Синтетически На ноутбуке Можно Взять сервер Взять бенчмарк Запустить Увидеть Полмиллиона РПС Ну ладно На ноутбуке Вряд ли Но тем не менее Это совершенно Не те Полмиллиона РПС Которые Можно получить В продакшене В продакшене Эти полмиллиона С легкостью Превратятся В Какие-нибудь В 10 тысяч Чисто От Нагрузки Бизнес-логик Поэтому Это познается Именно на опыте Отскейлить Это очень тяжело Я помню Свою Скажем так Карьерную Штуку Когда В УЗИ Я делал форум У этого форума Был 1 РПС Потом Там Условно говоря Мы стали ходить Больше Общаться Больше Там Оно подросло До 10 РПС Это было тяжело Потом я пошел Скажем В Агаву Увидел Мод Перл Какую-то Оптимизацию Это стало 100 РПС И это Казалось О, это сложно Потом я сделал Собственный сайт На Мод Перле Для Одной организации Я поднял 300 РПС С одного сервера И это казалось Венцом творения Потом я попал В Рамблер Занялся Синхронно-событийным Программированием Это пошли Тысячи РПС И я понял Что в общем Предел Он лежит Где-то далеко То есть Ты узнаешь Что-то новое Ты осознаешь Понимаешь И смотришь Назад И понимаешь Что вот Те 1-10 РПС Были настолько Запредельно Неэффективны Что Это опыт Я знаю У тебя есть Задача Для наших Зрителей И какой-то Подарок Расскажи Что это Давайте в комментарии Шутки про Программирование И в особенности Про язык Перл А за ту Которая мне понравится Больше всего От нашего Подразделения Будет подарок Терабайт в облаке Их больше не раздают И раздавать не будут И рюкзак От нашей компании Спасибо Отличный вызов Я еще тебе предложу Ответить на несколько Блиц вопросов Давай Какая последняя книга Которую ты прочитал Если не художественная Профессиональная Скорее всего Это был Тоненбаум Операционные системы Покупатель Продавает биткоины Не связываться с ними Какая твоя Любимая страна Ну США Стартап Или большая компания Стартап Почему Возможностей больше На что тебе Не хватает денег На все Мон Спасибо За отличное интервью За твою веру В Перл Наверное Таких людей Как ты Он еще Продолжает жить Вы подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Присылайте Ваши резюме И ответы На наш вопрос И пишите на Перл Пока он еще не умер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok